День в день. Час в час. Минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Да, мы продолжаем работу. Олег Пек, Александр Шунин. И мы, как анонтировали, говорили о том, что действительно продолжаются работы строительства Рейл Балтика. И сейчас мы видим, как это строительство начинает влиять уже на городскую среду. И с начала сентября, в принципе, очень многое уже изменилось. И об этих изменениях, о том, что вообще ожидается и как сейчас проходит работа, мы бы хотели поговорить с Каспарсом Вингрисом, с председателем правления компании Aeropas del Sala Linias. Здравствуйте. Доброе утро, Каспарс. Доброе утро. Доброе утро, Каспар. Ну что же, действительно, уже бросаются в глаза все эти строительные работы. Ну, скажем, на улице Лачпляша, если не ошибаюсь, там начались работы по возведению моста и путепровода, ну, по крайней мере, ремонт, и все кипит, все происходит. Подробности расскажите, пожалуйста. Да, именно. В улице Лачпляша начинаются строительные работы Рейл Балтика. И с этим работа железной дороги продолжает расширяться. И изменения в центре Риги становятся более заметными. Строители проекта компания Берерикс приступили к работе по реконструкции железнодорожной эстекады. И частичному сносу насыпи работы начинается на улице Лачпляша, продолжается в сторону улицы Дирнелл, и продолжается крышка его центральному вокзалу, и будут продолжаться далее к Долгаве. Ну, наверное, для большинства все-таки людей, конечно, есть такой стереотип, что если строится железная дорога, то это самое главное только рельсы, но наверняка, конечно, это не так, и может быть... Еще шпалы. Шпалы. Ну да, и насыпи. Ну, мы смотрим гораздо масштабнее, чем только строительство железных путей, платформ для прибития международного поезда или регионального поезда. Помимо того, как я уже говорил, будет создано современное и соответствующее международным требованиям здание станции в трех уровнях. Она будет доступна каждому, родителям с детьми, людьми с особыми потребностями, также с пищащим студентам или предпринимателям. В ближайшие месяцы строительство здания и вокзала начнется с бурением свай и закладки фундамента в этой территории. Мобильность и безопасность увеличатся благодаря современному мультимодальному узлу. Да, Реобалтика тоже предоставит Риге новые визуальные черты части города, раньше отделены железнодорожными насыпами, будет визуально и функционально связаны. С новым железнодорожным мостом удобно будут соединены обе берега Далгавы. И будет построена даже новая улица, которая будет соединять улицы Элзбет и Сепима Тея. Ну, а насколько я понимаю, все эти работы только с тройкой не ограничатся. Речь идет о городской среде, проект затрагивает ее, и какие-то изменения будут внесены именно в окружающую среду? Да. В ходе работ, когда мы сносим существующую инфраструктуру или сооружение, мы тоже приводим в порядок окружающую среду в рамках Балтика. Место, затронутое строительством трассы, будут благоустроены и озеленены в рамках проекта. Можно сказать, что проект Раул Балтика является катализатором для развития территории, находящейся в окрестностях трассы. Строительство Раул Балтика дойдет импульс развития центра города, которое самоуправление уже теперь планирует свою часть работы. Я сегодня могу сказать, что с Раул Балтика началось преобразование городского центра для удобства жителей. В сотрудничестве с Рижской думой включаются вопросы будущей организации дорожного сообщения. Начиная реконструкцию железнодорожного путепровода на улице Лашплэша, мы совершенствуем и саму улицу. Меняется ось улицы, будут созданы две полноценные автомобильные полосы в каждое направление. Также будет современная широкая велосипедная дорожка, а поток пешеходов будет организован безопасным образом в соответствии с стандартным магистральных улиц, включая создание регулированного пешеходного перехода на улице Калупес. Слабовидящие люди смогут безопасно пойти от улицы Лашплэша до вокзала при помощи полосы тактильных решений. Также изменения будут видны и в визуальных чертах тоже этой части города. Часть существующей насыпи от улицы Лашплэша в сторону Дирнов будет заменена стеной. И с этим мы получаем возможность рядом с этой насыпью организовать пешеходно-велосипедную инфраструктуру. А также железнодорожные насыпи, находящиеся вблизи автовокзала, тоже будут полностью убраны. И будет построен путепровод, который будет соединять части Риги, которые раньше были разделены. Старая Рига и район Латбовс. Скажите, пожалуйста, Каспарс, в Риге действительно очень много парков, скверов. Мы действительно гордимся обоснованно тем, насколько зеленый город. Вокруг станции Рейл Балтика будет ли озеленение запланировано? Да, об этом мы очень много думаем и работаем. В результате строительства и благоустройства Рейл Балтика в районе Рижской центральной железнодорожной станции зеленые зоны и благоустроенные мультифункциональные территории увеличатся в три раза. Строитель проекта в сотрудничестве с компанией Лабья Куоки и в сотрудничестве с международной компанией архитектурной фирмы КРУ уже разработали план благоустройства территории центрального вокзала. Например, на южной стороне, это та сторона, которая в сторону министерства. Мы построим новую площадь, которая создаст ощущение Риги, как столицы Приморской страны. На южной площади станции будут посажены более 4000 кустарников и цветов. Среди деревьев будут преобладать сосна, дуб, рябина и клён. Скамейки также будут сделаны из дуба, а сама территория площади будет покрыта традиционным гранитным камнем. То есть практически получается, что это может быть даже местом такого отдыха, прогулок рижан и те, кто будут, может быть, использовать эти транспортные узлы для того, чтобы добираться на работу, получать просто удовольствие от того, что так красиво... Конечно, да. И особенно не только возле самого вокзала, но после проекта будет уже более доступен канал Риги. И это уже будет совсем новый, как бы, ещё один уровень сообщения по каналу или просто для рекреации возле канала. Практически, да. Получается, что можно будет добраться, и если организовать какое-то сообщение по каналу, ещё один транспортный вид, который, кстати, не зависит от пробок, от светофоров и... Ну, да. Пока нет, если это будет популярно, там появится. На самом деле обидно, что очень мало задействованы река и городской канал, в принципе, в жизни горожан. А, напомню, мы беседуем о проекте, о строительстве Рейл-Балтика с Касперсом Вингрисом, председателем правления компании Aeropas Zelle Lineas и Каспер. Прозвучали, вы упомянули велодорожки, в том числе на улице Лачплиша, ну, то есть, казалось бы, где железная дорога, где велодорожки. Но, тем не менее, по вашим словам, проект строительства затрагивает и прилегающие улицы, и потом так разбегается уже по значительной части города. Что касаемо велодорожек, ну, это вот тоже тема, последние годы всегда актуальная в латвийской столице. Их же необходимо вписать в транспортные потоки. Очень хочется надеяться, что ваши планы, они не обошлись без консультации с профессионалами, с теми, кто рассчитывает те самые потоки, чтобы велодорожки не помешали. Ну, как вот Начака, да, спорная? Да, хочется верить, что ваши не будут такой спорной, как Начака. Мы концентрируемся не только специалистам пешеходного и велосипедного сообщения, но мы тоже говорим и с Рижской думой, и мы знаем все проекты будущего, где будут не только, где сейчас есть в Риге дорожки, но и где будут в следующие годы. И поэтому мы уже как бы планируем эти соединения. Ну, например, если мы говорим насчет моста, там будут уже соединения с Закисалой, там сегодня еще ничего нет, но мы знаем, что там тоже будет развиваться. Также мы знаем, что улица Муксалас, например, будет развиваться, и там уже мы подключаем велосипедные и пешеходные дорожки. А самое очевидное, что мы подключаем улицы Муксалас, где уже есть променад возле Долгавы, и мы подключаемся уже к этой красивой инфраструктуре, которая уже существует. Касберс, вот очень интересно, что у нас в нашем сегодняшнем эфире очень много будет тем связано с людьми с особыми потребностями, и вот как раз следующая тема будет их трудоустройство, затем будет музей в темноте, поговорим о слабовидящих. Вот как раз у вас было, вы упомянули о том, что даже вот слабовидящие люди теперь смогут безопасно добираться до вокзала. Вот, может быть, несколько еще просто слов об этом. Да, есть два аспекта. Первое, что мы это делаем соответствующим международным стандартам, что вся станция и округ станции должен быть доступен разным видам, не только которые слабовидящие, но и слабослышащиеся и так далее, и так далее. Но чтобы быть уверенным, что этот стандарт будет работать и в Латвии, мы очень много консультируемся с организациями, которые представляют таких людей, и мы показываем эти планы и получаем утверждение, что мы идем в правильную сторону, и они будут понимать, как эти, например, тактильные или другие решения работают. Насколько, да, нет, 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 я хотел просто спросить, насколько вот все ли идет по графикам, насколько выдерживаются графики работ? Сейчас мы идем очень по графику, этот перевод улицы Лашпеса начинался именно в то время, когда планировали, и уже в этой сезоне будем продолжать развивать свой фундамент эстакад, поэтому мы уверены, да, мы идем по плану. Я просто хотел личное такое впечатление. На выходных ездил в Таллинн, я помню, как-то в один из наших бесед мы обсуждали перемещение по Рейл Балтика между странами, там сколько-то времени займет, серьезно, ехали на машине, 4,5 часа у нас это отняло, я вспоминал нашу беседу, что там какие-то, сколько, полтора, два часа до Таллина, или что-то в этом роде, прям, ну, честно, хочется дождаться уже этого, сел, встал, и не теряешь время. Реально удобно. Спрашивают слушатели, тут приходят, между Иментой и Золитуде на Аннень-Мойжас будет туннель или виадук, спрашивают. Я сейчас не могу поймать, потому что там эти решения еще в разработке, и я боюсь, что не могу сказать именно, какое решение будет. То, что там будет, возможность пересечь всю эту большую часть железнодорожни, это могу утвердить, но точное решение я сейчас не могу сказать. Новая улица, действительно, то есть, Элизабетес и Тимотея соединятся, насколько это тоже будет важным для города? Я понимаю, что это соединение старой Риги и новых районов. Да, улица Тимотея и Элизабетес, это будет очень помогать для сообщения публичного транспорта, потому что это создадет возможность делать круги автобусом меньше, используя такие улицы, как Триспс-Та-Январа, и мы получим возможность Триспс-Та-Январа перестраиваться в бульвар больше, чтобы переходить пешеходом, а весь транспорт публичного сообщения будет в Тургенево пущен на Элизабетес, новые соединения, потому что это даст возможность автобусам заехать под платформой железной дороги, выпустить или взять пассажиров и продолжать путь. Это будет уже как бы под крышей, под платформой, и это будет очень удобно, потому что еще если мы синхронизируем графики поездов и общественного транспорта, это даст возможность испытывать все преимущества мультимодальности. Хорошо, огромное спасибо. Время выходит. Мы благодарим Каспора Вингриса за очередную порцию новостей о проекте, о строительстве рейл-балтика. Каспор Вингрис, председатель правления компании Aeropost-Delsen Linius, был с нами, наверняка не в последний раз. Спасибо огромное. Хорошего дня и пусть все идет, что называется, по плану в этом проекте. У нас тоже все движется по плану, как Олег уже упомянул. Следующий гость у нас будет представлять. Сегодня состоится такое мероприятие для молодых людей с инвалидностью и предпринимателей, которые ищут работников. И вот об этом мероприятии-то и пойдет речь. Еще можно будет успеть сегодня подать заявку и вот найти работу, если у вас есть определенные сложности обо всем об этом. Чуть более подробно, через несколько минут буквально. Вы слушаете радио Болтком.